Глетчеровский фонарик GLA05, который может быть как тактическим, так же его можно крепить к велосипеду, к ремню поясному, к кепке, да вообще куда угодно. Вот вы можете посмотреть на обратной стороне коробки, как его можно использовать. Это один из множества вариантов. Как говорится, на что фантазии хватит. Упаковка Gletcher, как всегда, нас порадует, отличные полиграфии, вот имеется взрыв схемы и книжка. Мне кажется, хорошая полиграфия в книжке, инструкция на русском языке, это очень важно, потому что это первое, что вы видите, первое, с чем вы сталкиваетесь. А значит и первое впечатление от товаре. Коробка проставлена специальным наполнителем, напоминает туристическую пенку для того, чтобы девайс во время транспортировки не бился. Кстати, можно выдавить один слот для каких-то дополнительных аксеров. Я подозреваю, что это для батареек. В комплекте они, кстати, не идут. Это, кстати, скоба. С помощью нее как раз и крепится фонарик на грудном кармане или на поясном ремне. Вот вы видите дополнительные съемные модули. Один идет с хомутом, второй идет обычный, как раз под планку Вира или Пикатине. Первый, понятно, что служит для того, чтобы крепить на каких-то округленных, закругленных предметах, типа заветки деревьев, может быть, или в конце концов к рулю велосипеда, как было показано на картинке. Но поскольку в моей съемочной студии велосипеда не оказалось, оказалось кое-что другое. Это тоже глетчеровский пистолет, снизу имеется паланчика Вира. Ну и, пожалуй, таким образом мы сейчас закрепим фонарик, и нам удобно будет его снарядить элементами питания. Питается этот фонарик бензинчиковыми батарейками. Необходимо три штуки. Удобно можно снабдить его, не снимая с устройства. Сейчас я вам это наглядно демонстрирую. На этой желтой наклеечке написано о том, что не срывать waterproof. Ну, видимо, защита от воды идет. По установке ничего особенного. Плюс к плюсу, минус к минусу. Там идет маркировка. Думаю, любой человек справится с этой не самой сложной задачей. А вот, когда будете вставлять фонарик, пожалуйста, внимательнее. Кнопка должна совпадать с белой точкой на фонарике, для того, чтобы она сработала. Сейчас увидите, у меня не сразу получится. Но получится. За рефлектор, который выпал, не волнуйтесь. Это абсолютно для него нормально. Он здесь выпадает. Всем, наверное, и так понятно, что фонарь диодный. И давайте, наверное, таких вот совсем простых характеристик. Таких, как материал корпуса. Это пластик. Длина корпуса 85 мм. Диаметр безеля 30 мм. Масса без элементов питания составляет 78 грамм. Очень компактный. И имея всего один диод, этот малыш светит с мощностью в 150 люминов. Считаю, очень неплохой показатель. Несомненно, сильная сторона устройства его компоновка, его вариативность. Если он вас заинтересовал, кнопка для покупки, как всегда, в левом верхнем углу. Не забудьте поставить лайк, подписаться, потому что у нас на канале появится еще много всего интересного. Еще интересного есть в наших группах в социальных сетях ВКонтакте, в Однокласснике. Добро пожаловать. Благодарю вас за просмотр. Это был магазин Pneumat24. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok